Всем привет! Итак, сегодня у нас опять урок по Jetpack Compose. Сегодня мы сделаем, чтобы у нас работали вот эти две кнопки. При нажатии на одну из кнопок мы будем вызывать специальный alert-диалог. Вы увидите, как можно использовать alert-диалог в Jetpack Compose. И еще вы увидите, как мы можем использовать TextField, потому что это мы еще не изучали. Мы изучали такие элементы, как текст, column, row. Мы изучали разные кнопки, но мы пока что еще не добавляли специальное поле, где мы можем вписывать текст. Итак, сегодня это мы рассмотрим. Также мы рассмотрим alert-диалог. И еще мы сделаем нажатие на вот эту кнопку для того, чтобы снова делать запрос к серверу и нам выдавало свежую информацию о прогнозе погоды в данном городе. Ну, допустим, у нас по умолчанию будет Лондон, к примеру. Так и оставим. Хорошо, что нам понадобится? Ну, для начала давайте сделаем, чтобы при нажатии на эту кнопку. Мы снова делали запрос к базе данных. Итак, заодно вы посмотрите, как можно функцию передать еще одну функцию. Сейчас вы увидите это. Так, идем в MainActivity. Смотрите, здесь у нас есть функция GetData. Вот мы ее здесь вызываем на строчке 49. Вот она функция GetData. И таким образом получаем данные. Нам нужно снова вызвать эту строчку при нажатии на кнопку. Но у нас нажатие на кнопку обрабатывается в UI, кажется, да? Так, давайте посмотрим. ListItem. Нет, в MainScreen. Да, в MainScreen у нас обрабатывается, потому что MainScreen у нас это вот эта вот карточка. Поэтому здесь находятся эти две кнопки. Одна называется Sync и другая Search. Давайте посмотрим, где это находится. Вот в самом низу у нас здесь есть icon. Так, не то. Вот в самом низу, смотрите, IC Sync. И здесь у нас есть слушатель нажатий на эту кнопку. Но проблема в том, что находится он в другой функции вообще. Вот в MainScreen. И это вообще другой файл. Как нам до него добраться? Вот для этого мы можем сюда передать функцию как параметр. Смотрите. Мы сюда пока что передаем просто состояние CurrentDay, но еще можем передать функцию. Мы ее сейчас сами придумаем. Допустим, это будет UnclickSync. Выбираем Unclick. Все, UnclickSync. И каким образом мы можем указать, что мы ждем здесь функцию? Для этого нам нужно указать двоеточие после названия. Вот это название мы сами выдумываем. Дальше мы указываем круглые скобки. Мы сюда ничего не передаем, ничего не ждем. Поэтому указываем тире и треугольную скобку вправо. Все. И у нас появляется такая вот стрелка. Все. И здесь мы указываем Unit. Отлично. Готово. Вот таким вот образом мы ждем, что передаем сюда функцию. Эту функцию мы будем запускать при нажатии на кнопку... Так, где у нас есть. Я уже ее потерял. Вот она. Вот здесь. Поэтому я просто беру и здесь вызываю эту функцию, которую я передам. Это у нас будет UnclickSync. Вызываю InVoc. Отлично. Теперь, если я иду на MainActivity, то она меня уже здесь вот ругается. Где у меня есть? Вот он. MainCard. Потому что указывает, что здесь еще нужно передать функцию. Делаем запятую и пишем UnclickSync. Функцию, которую мы только что выдумали. Равно. И открываем и закрываем фигурные скобки. Все. Эта функция нам ничего не возвращает, потому что мы ничего не указали, что она должна возвращать. Видите, у нас просто будет Unit. И все. Больше ничего здесь нет. Unit – это как Void в Java. То есть ничего. Хорошо. Возвращаемся в MainActivity. Все. Все. При нажатии на эту кнопку мы теперь можем обрабатывать нажатие в MainActivity. Но что мы должны обрабатывать? Как я уже сказал, мы будем вызывать по умолчанию GetData. Копируем. Передаем вот сюда. Ctrl-V. Готово. Все. Но у нас теперь ругается на This, потому что теперь This – это у нас ColumnScope. А я здесь укажу уже явно, что это у нас MainActivity. Отлично. Все. Вот теперь все будет работать. При нажатии на кнопку вот здесь в MainScreen, где у нас есть… вот она. Мы вызываем UnclickSync. И это у нас функция. Вот она. Таким образом мы передаем в качестве параметра функцию. Вот и все. И у нас вызывается GetData при нажатии на кнопку. Запускаем, проверяем. Но сейчас у нас уже все в реальном времени синхронизировалось. Теперь если я зайду на какой-нибудь день, допустим, вот сюда жму Синхронизировать. И опять Синхронизируется. Видите, возвращается, как было. Вот таким вот образом у нас работает эта кнопка. Бум. Все. Теперь нам нужно вызывать alert-диалог. И для этого нам нужно будет создать этот alert-диалог. Нам нужно будет создать этот Composable, который будет являться нашим alert-диалогом. Это мы сделаем, наверное, тоже в UI вот здесь. Заходим сюда, в этот файл UI. У нас здесь есть MainList. Есть у нас ListItem. И здесь мы еще сделаем Composable. Так, это у нас идет собака. Пишем Composable. И функцию назовем, допустим, ну не знаю, пусть будет DialogSearch. Все, DialogSearch. Пока что ничего в эту функцию не передаем. После нужно будет передавать, конечно. Все. И здесь самое первое, что мы добавляем, это у нас будет alert-диалог. Пишем alert-диалог. Вот смотрите. Это у нас уже есть такой специальный Composable. В нем уже есть специальная функция. Dismiss. Вот он, смотрите. UndismissRequest. Как только мы делаем dismiss, закрываем наш диалог, то у нас сразу здесь запускается. И вот эти вот фигурные скобки нам не нужны. Удаляем. Все. Что еще нам здесь нужно? Теперь нам нужно будет добавить сюда несколько контейнеров. Потому что здесь уже в alert-диалоге есть специальные места, куда мы можем добавлять разные кнопки. Там, не знаю, текстовые поля, где мы можем вводить текст и так далее. Все. Нам нужны, во-первых, кнопки. И для этого мы указываем. У нас будет confirm button. Пишем confirm button. Видите, это функция. Открываем, закрываем. Круглую скобку. Все. И здесь, в этой функции, это у нас как бы контейнер, в котором мы можем поместить то, что нам нужно. Я хочу сюда поместить текст-баттон. То есть, чтобы у меня был текст и еще было нажатие. Поэтому я выбираю текст-баттон. Вот он, текст-баттон. Видите, здесь сразу выходит unclick. То есть, здесь будет осуществляться нажатие на этот элемент. И в raw scope я укажу просто текст. Чтобы у меня назывался этот текст. Ну, пусть будет называться, допустим, ok. Потому что это confirm button, когда мы соглашаемся. Так, все. Enter. Это уже у нас есть в alert-диалог. Видите? Дальше, после этого confirm button, запятая. Мы указываем dismiss button. То есть, это тоже кнопка. Вернее, место, где будет нарисована кнопка. И здесь мы опять же указываем текст-баттон. Только уже будет не ok, а будет, допустим, ну, не знаю. Назовем cancel. Либо назад. Я напишу cancel просто, чтобы не выдумывать ничего. Все, вот у нас теперь будет две кнопки. Ok и cancel. И теперь, что нам понадобится? Вот теперь мы еще можем сюда добавить текстовое поле, которое мы еще не изучали на моих уроках. Это text field. Text field – это текстовое поле, в которое мы можем что-то писать. То есть, у нас появится клавиатура, и мы сможем там что-то написать. Мы его можем написать, допустим, где-нибудь в title. Поэтому у нас есть еще. У нас есть confirm button, dismiss button. У них уже есть свои места в alert-диалоге, потому что это уже элемент, который уже создан на экране. Дона. Потому что это элемент, который уже создан до нас. Мы просто его используем. Все. И у этого элемента есть еще место, которое называется… Так, давайте поставим запятую. Это title. Это опять же, как бы у нас… Просто мы сюда можем передавать, допустим, текст, кнопку, в общем, все что угодно. Это нарисуется там, где у нас должен быть расположен title, заголовок. Все. Что я хочу здесь расположить? Ну, хочу, естественно, расположить сам заголовок, текст. Будет он называться, ну, допустим, я не знаю. Введите название города. И после, если я хочу еще что-то добавить, то я не смогу это сделать, потому что, как вы уже знаете, нам нужно добавить column. Поэтому давайте добавим container column. Все. И в container column я укажу modifier. Так, не то написал. Modifier. И укажу, чтобы этот контейнер был во всю ширину. Это у нас будет fill max weight. Отлично. Enter. Все. Вот теперь у меня есть контейнер. Внутри место, где у нас будет title, внутри этой функции. Поэтому у нас нарисуется там, где это все уже предназначено, где должен быть заголовок. То есть нам самим это не нужно будет рассчитывать, где это будет выглядеть, где это будет нарисовано. Потому что здесь уже в валер-диалог все рассчитано. Где будет нарисована кнопка OK, где будет нарисована кнопка cancel. Сейчас, когда мы его вызовем, вы это все увидите. И, естественно, где будет нарисован title, заголовок. Я его помещаю в column, потому что хочу, чтобы после заголовка сразу у меня шел текст field. Текст field – это текстовое поле, где я смогу вводить текст. Все. Пока что временно напишу, ну не знаю, просто будет текст. Enter. И здесь у нас есть функция onValueChange. Эта функция нам каждый раз будет выдавать it. It – это будет то, что сейчас в данный момент там написано с каждым изменением. Я пишу, допустим, слова «Привет». С каждой буквой, которую я вписываю, P, R, здесь будет выходить значение. Придет сначала P, потом уже P и R, потом P, R и, понимаете? То есть это будет it. Постоянно будет выдавать новое значение, то, что мы хотим написать. Но они здесь меняться не будут, потому что нужно будет добавить специальное состояние для того, чтобы у нас это все изменялось. Это я вам сейчас покажу. Пока что просто напишем текст. Все, есть у нас текстовое поле, есть у нас заголовок title, внутри title. Еще мы можем под всем этим что-либо написать, но нам это не нужно, поэтому мы так и оставим. Теперь, если мы попытаемся вызвать данный диалог search, то мы не сможем это сделать. Давайте посмотрим. Идем в MainActivity. Где мы хотим это вызывать? Мы хотим это вызывать при нажатии вот на эту кнопку. У нас есть кнопка для поиска. Нажали на нее и хотим вызывать этот диалог. Давайте посмотрим, как мы это можем сделать. Идем в UI. Так, не то, извиняюсь. В MainScreen. Все правильно. У нас есть еще одна кнопка. Вот она, Icon. Это у нас ICSearch. Все, вот она. Нажатие на эту кнопку. А вот она, иконка. Все, вот она нажатие. Значит, нам нужно будет опять придать новую функцию. Все то же самое. Можно скопировать даже. Ctrl-C. Запятая. Чтобы отследить нажатие. Так, у меня на русском пишет. Запятая. Ctrl-V. Это уже будет не Unclick Sync, а Unclick Search. Все. Так, не так написал. Search. Есть у нас новая функция. Unit и так далее. Эту Search мы запускаем вот здесь. При нажатии, так, вот здесь. Это у нас ICSearch. Вот он, Unclick. Значит, пишем UnclickSearch.inVlog. Отлично. И возвращаемся в MainActivity. Вот у нас теперь. Так, где я есть. Вот здесь у нас идет UnclickSync. Дальше нужно сделать запятую. Идет UnclickSearch. Открываем, открываем фигурные скобки. Готово. У нас есть две проблемки. Во-первых, когда мы запускаем эту функцию, нам не выдает никакой текст. Нам нужно выдать текст, который мы напишем в нашем TextField. Но это мы сделаем чуть попозже. Хотя бы давайте сейчас посмотрим, чтобы мы хотя бы могли вызывать наш диалог. Так вот, его нужно вызывать при нажатии на эту кнопку. Но как его вызвать? Если я напишу здесь прям DialogSearch, то он у меня будет ругаться. Видите? Мне говорит, что здесь нельзя вызывать Composable функции. Поэтому каким образом мы это можем сделать? Для этого мы будем использовать опять же состояние вот такие вот Remember. Можем скопировать вот здесь. Ctrl-V, это у нас будет DialogState. DialogState. И здесь мы будем уже в Motel State передавать состояние Boolean. True либо False. Давайте изначально у нас будет False. Я здесь нечаянно удалил круглую скобку. Все. Мне это состояние нужно, чтобы показывать, нужно показать диалог или нет. Все, у нас есть состояние. И здесь мы еще сделаем проверку. If, то есть если у нас наш DialogState.Value, то есть берем оттуда значение, то у нас будет Boolean, либо True, либо False. Если у нас будет True, то мы должны показать наш DialogSearch. Видите? Здесь мы можем показать. А если будет False, то мы его прячем. Он не будет отрисован. Итак, и как же все это теперь высылать? Вы уже, наверное, поняли. У меня уже были уроки про состояние. Нужно теперь в DialogState придавать True, когда мы хотим показать диалог, а когда нет – False. Естественно, у нас есть уже UnclickSearch функция. И здесь мы это и делаем. Пишем DialogState.Value равно True. Все. Для того, чтобы показать. Но как его спрятать? Для того, чтобы спрятать, нам нужно в самом DialogSearch на кнопку добавить DialogState.Value False. Поэтому мы должны сюда будем передать либо нажатие, либо уже передать состояние. Так, это не то. Он у нас в UI находится. Вот оно. Мы сюда можем передать DialogState. Это у нас будет MutableStateOf. И это у нас будет Boolean, естественно. Все. Мы передадим сюда DialogState. И при нажатии, допустим, и при запуске UndismissRequest DialogState.Value равно False. То есть мы прячем наш диалог. Что это за UndismissRequest? Это когда мы жмем вне экрана. То есть не там, где у нас нарисован диалог, а за диалогом. Он у нас спрячется и запустится вот эта функция. Все. Дальше. Опять же, это мы запускаем. Делаем False, чтобы он спрятался при нажатии на любую кнопку. Вот у нас кнопка Unclick. У нас кнопка OK. Как только нажали на кнопку OK, прячется. Дальше нажали на кнопку Cancel. Тоже вот здесь. Видите? Unclick. Это кнопка Cancel. Это ее слушатель нажатий. Тоже прячем. Вот, в принципе, все. Дальше. Ну, а здесь пока что мы ничего не делаем. Запускаем. Проверяем. На нас теперь ругается, потому что я не передал в MainScreen. Нет, я не передал в MainActivity значение. Потому что я указал, что теперь нужно будет передавать в DialogSearch. Нужно будет передавать это состояние DialogState. Но я туда ничего не передал. Вот сейчас передаю. Все отлично. Запускаем. Так, все запустилось. Теперь смотрим. Если я жму на вот эту увеличилку. Бум. У нас открывается. Вот у нас текст. Я его изменить не могу. Вы видите, я пытаюсь удалить, либо что-то писать, но ничего не происходит. Потому что мы это не сделали. Но зато, если я жму вне данного диалога, вот здесь, бум, он прячется. Если я жму на любую кнопку, Cancel, тоже прячется. Если я жму кнопку OK, тоже прячется. Все. Теперь давайте сделаем, чтобы у нас текст, который мы пишем, он писался здесь внутри. Для этого мы должны сохранить состояние в нашем диалоге. Вот наш AlertDialog. Но до того, как мы создаем наш AlertDialog, мы создаем состояние. Это будет, к примеру, DialogText. Равно. Опять же будет Remember. Это у нас будет MutableStateOf. Все. И здесь мы передаем просто пустоту. Отлично. Все. Вот этот вот DialogState. Состояние. Мы и будем передавать вот сюда. Вместо того, чтобы просто писать текст, мы будем передавать этот DialogText.Value. Готово. Поэтому он будет обновляться, и у нас будет обновляться этот TextField. Все. И мы там сможем писать что-либо. Обновлять его будем, когда у нас изменяется. AnvaluChange. Поэтому, как только мы получили новое значение, сразу нужно показать его. Поэтому пишем DialogText.Value. И в значение передаем it. Это текст, который нам приходит. Как только получили, он передался сюда. Все перерисовалось. Мы нажали что-то еще на клавиатуре. Снова запускается AnvaluChange. Нам уже выдает новый текст. И опять же, мы его передаем сюда. DialogText. И опять же, все перерисовывается. Бум-бум-бум-бум-бум. И таким образом мы можем что-то писать. Так, давайте проверим. Запускаем. Все. Если я вызываю диалог и начинаю что-то писать. Смотрите, я уже могу писать, удалять. Все отлично. Все. Каждую новую букву, которую я пишу, она передается вот сюда. Бум. То есть уже передается одна буква, потом передается две буквы, три, четыре. В общем, все, что написано вот здесь, передается в виде it. И мы обновляем наш текст-филд. То есть то, что там написано вот здесь. Все. Отлично. Жмем ОК. Пока что ничего не происходит. Теперь нужно при нажатии на ОК, чтобы мы изменяли. Уже будет не Лондон, а то, что мы написали. И для этого нам нужно сделать следующее. Нам нужно при нажатии ОК, опять же, вызывать какую-то функцию. И мы ее сейчас создадим здесь. Будет, к примеру, unsubmit. Но есть одно но. Так, не то. Двоеточие. Помните, мы пишем двоеточие после круглой скобки, тире, треугольная скобка и unit. Но есть одно но. Мы хотим теперь, чтобы эта функция что-то возвращала. А именно мы хотим возвращать вот этот текст, который мы написали. Вот этот вот текст. То, что мы видим на экране, когда вызываем. То есть, если я написал, допустим, я не знаю, Лондон, при нажатии на ОК, я хочу взять этот текст Лондон и передать его в эту функцию. И как мы это можем сделать? Вот сюда, в круглых скобках, мы указываем, что мы будем передавать стринг. Все. И теперь при нажатии на кнопку ОК, вот у нас написано текст. Мы пока что просто закрываем наш диалог. Но еще, перед тем, как закрыть, мы возьмем нашу функцию unsubmit и передадим сюда текст. А текст придаем тот, что у нас есть. Диалог текст. Вот он. Пишем диалог текст.валию, то есть значение. Это у нас стринг. Все, мы это передадим в unsubmit. Отлично. Теперь возвращаемся в mainActivity и на нас ругается, говорит, что в диалог search еще должна быть одна функция, которую мы только что добавили. Поэтому пишем unsubmit. Вот она, функция, которую мы добавили. Фигурные скобки. Но теперь, как вы видите, нам эта функция будет выдавать стринг, который был там. То есть, который мы написали. Вот он. Вот и все. Поэтому мы получим it. И теперь просто-напросто мы должны сделать то же самое. То есть, взять getData, но вместо London мы уже отправим этот текст, который был написан. То есть, мы уже передаем не London, а передаем it, который нам придет. Это и будет наш текст. It. Но он на нас ругается, потому что currentDate у нас написан чуть ниже. Поэтому давайте вырежем вот эту часть. Ctrl-X. И напишем чуть ниже. Когда мы инициализируем currentDate состояние. Видите? Тогда у нас будет доступ к нему. Вот и все. Поэтому, если у нас появится диалог, в диалоге, если мы нажали unsubmit, и у нас там был какой-то текст, то мы его передадим вот сюда, в it. И у нас запустится опять функция getData, и уже возьмет данные, согласно тому городу, который мы написали. Давайте проверим. И на этом урок будет закончен. Итак, все запускается. Жмем на увеличилку. Все. Выходит название города. Давайте напишу, к примеру, Мадрид. Мадрид. Жму ОК. Бум. И у нас все актуализировалось. Теперь написано Мадрид. Давайте еще раз проверим. Напишу. Допустим, Tokyo. Плюс 30. Ну все, отлично. Как вы видите, у нас все работает. Мы использовали функции, которые передавали в качестве аргумента сюда. Мы сюда передаем текст, который получаем из нашего TextField. Уже посмотрели, как это можно сделать. Нам нужно опять же создавать состояние. Вы увидите, как мы создаем кнопки для нашего alert-диалога. Как мы добавляем туда текстовое поле для заполнения, заголовок и так далее. На этом уроке по созданию приложения прогноз погоды на Jetpack Compose у нас подходит к концу. Надеюсь, что все было понятно. У нас будут еще уроки по Jetpack Compose уже по другим темам, чтобы мы продолжали расширять наши знания. Не забывайте, что код урока найдете у меня на веб-странице. Ссылка находится в описании к этому видео. Также, если хотите поддержать канал, тоже найдете всевозможные способы в описании к этому видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И увидимся уже на следующем уроке. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok